Их сегодняшние соперники! Во втором сезоне вопрос низкой результативности решили, забивают много. Но и пропускать стали гораздо чаще от того, пока ни одной победы. Итак, приготовились. Х-17! Звезда России! Поехали! Третий матч четвертого тура! И второй матч по классическим... Ну, это рус-наврус. Руслан, пожалуйста, штанга! Из-за спин выскочил, откуда-то из заднего двора, его совсем не ждали на своем пятачке. Игроки Х-17, Комлеев. Тут порядок не удалось навести. Мне кажется, Сергей на себя не успел принять решение, как он будет. Но! А вот тут атака! Вот они и дождались! Об этом я и говорил! Которая в итоге завершилась. Вот, вот, смотрите. Раз, придержал. Один, так второй. На пятак. Первая пошла. 1-0. Х-17! Аппетит приходит во времени еды. Еще вчера новички. А сегодня уже команда, которая успела одержать одну победу. И не собирается останавливаться на том, что было неделю назад. Она жаждет продолжения. Здорово! Сваливает Х-17. Так-так-так. Наврус. И на оперативный простор. И в падении. Типа заслуга команды Леонида Овечка. Слушайте, они как стойкие оловянные солдатики. Может, еще забьют Омский. 53 секунды. Омский! Гриша! Останавливают шайбу. И удар клюшкой. Ну, лупишь. Куда? Куда лупишь? Вратарю научились забивать. Ну, как научились? У них появились классные исполнители, которые эти моменты создают и реализуют. Как же легко, а? И подобраться к нему сложно. Так, так, ну что, на второй круг подсчета пошел. Момент. Гол! 1-1. Реализовано большинство. Ну и, конечно, все делает Руслан Наврус. Забивает, конечно, Челединов. И он большой молодец. Потому что в нужное время в нужной точке оказался. Но Наврус в известном спортивном симуляторе. Это концовка. Ну, тут и Грек не помол. А куда тут? В упор-то бьют. Ну и Наврус в какой-то степени, да, купил оборон Х-17. Потому что, ну, один кружочек-то нарисовал. И показывал всем видом, что может зайти и на второй. Валит в углу каменок. Так, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Звучит сирена. Первый период у нас завершился. Ничья 1-1 в равном матче между Х-17 и звездой России. Открывался прям таким образом, чтобы быстро набирать скорость. Так, одного проскочил. Лихо! Бросок с неудобной руки. Ну а что? Почему бы и не... О! Возможность забросить вторую шайбу. Там расплоснулся Гриша Мурашов. С другой стороны мы знаем Навруз и не под таким вот воздействием может устоять. Вот этот момент. Спасибо коллегам. Вот. Вот. В каких-то сантиметрах от второй заброшенные шайбы. И атака получилась. И вывели на оперативный простор. И, ребята, что опасно. Заблокировали. Наврузов. Один в один. Наврузов. Раскручивает оппонента. Оставляет его за спиной. Ну а дальше уже пространства не хватает. Этой клюшкой выбивает шайбу Грек. Да. Вот это вот спасение уже в конечном итоге. А вышли. А неплохо. И передача. И заправить между щитков не получилось. Да. На дальнюю штангу, где уже появляется соперник, на которого может пройти эта передача. Надо было держать. После отбора атака. И это уже передача. От прошлика на дальнюю. Попов. Четверки К-17. И тут поднялся. Бросок. Пока завершения не хватает. 4.38 до завершения основного времени. Бол. Забивают. Четыре с половиной до конца. И приблизительно как в прошлой игре. Только тогда Каменок делал счет 2-0. Но где-то вот столько же и оставалось. Когда было 1-0. И ничего не понятно. Когда Каменок забил второе. Стало все понятно. К-17. И компании, чтобы спасти этот матч. А, кстати, я напомню, что на падающем флажке звезда России уже как-то спасалась. Практически спасалась. Это было не в кем-нибудь, а с хоккейбразом. Там сделали 5-5. Но умудрились уже в следующей атаке пропустить. Набрузов. Минута. Опять потеря. Пока не удается в зоне расположиться. А это игра Х-17. Организованно от защищаться. И точно так же организованно провести свою кондратаку. Вот момент. Дучья возьмет. Гол. Х-17. Х-17. Тактическая, я бы сказал, победа. Х-17. Победа Лени Овечкина, которая все время говорит о строгости, о дисциплинированности, о надежности. Моменты придут. И, кстати, вот второй матч подряд Х-17 эти моменты щелкают как орехи. Здорово все. Не прощает. Гадельшин 3-1. Плюс 2 было в прошлом матче, плюс 2 в этом. С небольшой погрешностью. Но, по сути, одно и то же. Насщупали алгоритм успеха. Нет боеспособный коллектив, знающий, как добиваться результата. Он может вторую положит. Да нет, все серьезно звучит. Х-17 с победой. Вторая подряд победа, добытая в схожем стиле. Но, самое главное, она уверена. Гриша Мурашов расстроен. Расстроен. Сегодня он здорово сыграл и команду подтащил, но в конце какие-то непонятные действия, непонятные потери, которые не позволяли «Звезде России» организовать штурм. Вот эта потеря шайбы в конце, выход в ноль и 3-1. Поздравляем всех. Поздравляем Марину. Вот она и отработала сегодня с микрофоном и досчитала здорово.